С этого года слушатели курсов школы ЮТВ знакомства с телевидением начали с изучения его истории. Рассказывает о ней Анастасия Панина. На первом занятии ребята познакомились с историей развития телевидения в США, Германии, Франции и Британии. Видите, дата какая? 2 ноября 1936 года, дата, которую принято считать началом истории регулярного телевидения в мире. И связана именно с BBC. Вообще первый экранчик там был 8 на 10. Вот такой. Телевидение и радио называют революционерами. В США революция произошла благодаря русскому инженеру Владимиру Зворыкину. О его жизни и изобретении ребята посмотрели фильм. В 1931 году Зворыкин создал первый в мире иконоскоп, передающий электронную трубку, которая положила начало развитию электронных телесистем. Кто изобрел телевидение, естественно, запомнил. Это Владимир Зворыкин, потому что фамилии созвучные очень, поэтому... Практически во всех странах в первое время по телевизору показывали одно и то же. Показывали старые голливудские фильмы. То, что было, да. Студийные передачи какие-то, но это были в основном либо концертные номера, либо, внимание, кулинарные передачи. Существовали всегда с самого начала, это было интересно. В 1941 году, да, начало войны, принятие важных решений, унификации оборудования и разрешение рекламы. Вообще, Америка в этом плане впереди планеты всей. Она всегда любила рекламу. И у них было очень много маленьких станций, которые жили за счет именно рекламы. И, ну, что может служить примером того, что Америка всегда была страной доллара? Первую картинку, которую они показали, вообще, в принципе, первая картинка, которую они делали, это был доллар. В истории телевидения известен еще один выходец из Российской империи – Давид Сарнов. Именно он принял сигнал СОС с тонущего Титаника и трое суток поддерживал связь с лайнером и судами, которые участвовали в спасательной операции. После Сарнов и Зворыкин работали вместе и в 1939 году организовали регулярное телевещание в США. Мы-то уже поглощаем, пожинаем плоды этого всего, да, и у нас совершенно все уже другого уровня. И, конечно же, мне, например, интересно вернуться на сто лет назад, посмотреть, как это происходило, какие-то зародыши, зачатки вот этого всего, каким это образом все было. Владимир Зворыкин говорил, я показал людям путь, а как они его пройдут – не в моей власти. О том, как выглядела первая видеокамера и какой техникой мы пользуемся сейчас, ребятам на занятии по операторскому искусству рассказала Анастасия Никишина. Раньше приходилось носить огромные штативы операторам. Раньше не было девушек-операторов вообще, потому что это было очень тяжело. Меня очень впечатлило, что, оказывается, первая камера – это были какие-то большие, огромные, темные комнаты, где через окно, через преломление света проецировалось изображение человека на фотопленку. Камеры, когда они только появились, вот представьте, там 60-е года, да, камера стоила 75 тысяч долларов. Сейчас камеру можно купить гораздо дешевле. Ребята проконсультировали с Анастасией, узнали, какую аппаратуру им лучше выбрать. Хочу научиться снимать те же самые влоги и работу именно в компьютере, монтаж. В жизни бывает столько много интересных моментов, которые хотелось бы запечатлеть и сохранить на память. И когда-то там показывать своим детям, своим внукам, в каком-то, ну там, в своем семейном кругу смотреть такие теплые моменты, которые навевают какие-то приятные впечатления, воспоминания. Но не все так просто. Операторскому искусству ребята будут учиться весь год. И, конечно, они будут много снимать. Настя рассказала ребятам, что их ожидает. Камера думает, что я знаю хорошо, вот белый – это голубой. И камера, и глаза человека немножко по-разному видят. Я хочу вас научить в первую очередь, чтобы вы были умнее своей камеры. Чтобы вы были, ну, чтобы не она управляла вами, а вы ее управляли. Некоторые ребята уже начали практиковаться. Олег каждое занятие фотографирует сокурсников. Мне это интересно. Я хочу научиться смонтировать, фотографировать, снимать. Ну, это для меня очень интересно. Я это мечтала с детства уже, что когда я первый раз посмотрела на YouTube, после чего это видео, мне понравилось то, что у них очень хорошо получилось смонтирование. Очень такое… у них спецэффекты очень хорошие были. Думаю, он без труда выполнит домашнее задание, которое им задала Анастасия. Работы ребят мы увидим на следующем занятии по операторскому искусству на курсах тележурналистики Школы ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok